10 тысяч километров – красивая цифра привлекала Максима Егорова с 2018 года. В январе прошлого года из Санкт-Петербурга ультрамарафонец помчался к мечте. В Уссурийске Максима встретили единомышленники из клуба «Не будь как Гриша» и сопроводили до площади. Почти полтора года в пути и шесть пар кроссовок. Таков итог путешествия. В крупном городе, так скажем, заходишь в магазин, берешь кроссовки, их надеваешь, а старые отправляешь домой. С собой у меня здесь только сменка одна. Самый легкий вариант кроссовок, чтобы, например, эти кроссовки либо постираешь, либо что. С собой комплект одежды, зимние вещи, вода, энергетики, сухофрукты и шоколад. В среднем за день Егоров пробегал 50 километров. Ограничивал свои передвижения лишь при температурных лимитах. В минус 25 не бежал и в плюс 30. Об этом Максим расскажет на встрече с юными атлетами Уссурийска. Дети поймут на самом деле, что человек силен духом, у него сила воли очень такая серьезная, можно сказать. И думаю, что для них будет определенной мотивацией, чтобы в дальнейшем достигать наивысших результатов для себя. История о своем путешествии и мечты Максим поделился с советником главы администрации по вопросам спорта, двукратным чемпионом мира Александром Захаровым и местными легкоатлетами. С 10 лет Максим Егоров занимался легкоатлетикой. В 19 его спортивная карьера закончилась и началась взрослая жизнь. Но 5 лет назад он решил вернуться в спорт. Начал с полумарафонов, готовился к самому большому забегу в своей жизни – до Владивостока. Наметил маршрут, но на деле пробежать между местами ночлега больше 70 километров не удавалось. Ловишь попутку, она останавливается, когда остановишь часы, фиксируешь это место, где-то остановился, где-то сел на машину и едешь вперед-назад, без разницы, главное для гостиницы. Переночевал, на следующий день встаешь, опять же ловишь попутку и возвращаешься в то же место, в ту же точку, где ты вчера остановился. День рождения Максим дважды встретил в дороге. Свой юбилей – 30 лет. В январе этого года Егоров отметил в столовой «Хуторок» Амурской области. Радостные события на пути меняли неприятности. В Иркутске бегун серьезно заболел. Два дня я просто бежал под дождем и ветром. Идет дождь и холодный ветер. После первого дня я еще нормально себя чувствовал. А вот на второй день, когда я еще раз такая же штука ударил, после второго дня я слег. На память о нашем городе у бегуна останется книга. В Уссурийске Максим Егоров проведет два дня. Завтра ультрамарафонец станет гостем трейл-забега в селе Каймановка. А в воскресенье завершит свое беговое путешествие во Владивостоке и исполнит давнюю мечту пробежать 10 тысяч километров. Наталья Зайцева, Алексей Шиповалов, Телемикс.